Несколько дней назад в квартире прожилы Ярославны раздался странный звонок. Звонила женщина, представилась работником московского суда и сказала, якобы в столице вынесли приговор мошенникам, продававшим разные медицинские приборы. Сейчас по решению московской Фемиды, как ребенку Великой Отечественной, пенсионерке положена компенсация. Они продавали вот эти приборы, иконы, посуду, кастрюли разные. Их поймали, в общем, их судили, там образовалась громадная сумма. И вот эту громадную сумму решили раздать. Пожилая женщина вспомнила, действительно, 6 лет назад купила медицинский прибор, но его давно уже выкинула. Однако голос в трубке звучал слишком убедительно. За перевозку положенной компенсации у старушки попросили 16 тысяч рублей. Пенсионерка поверила. Я говорю, что я как дурочка ходила. Ничего не понимала. Мне скажут, я побежала, чуть ли бегом. Затем на мобильник звонили еще и еще. Сообщали, компенсация перевозится из одного банка в другой. Пенсионерке даже в голову не приходило. Звонившие самые натуральные мошенники. В последний раз старушка перевела на счет преступников больше 140 тысяч рублей. Под предлогом получения денежной компенсации, заранее приобретенный медицинский прибор, она перевела злоумышленникам более 300 тысяч рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. В настоящее время полицейские ведут розыск подозреваемых и предупреждают пенсионеров о необходимости быть бдительными и осторожными. В полиции добавляют мошенники, используют различные предлоги. Уловки преступников становятся все более изочаренными. Пострадавшая 83-летняя женщина удивляется, откуда злоумышленники знали номер мобильного телефона, ее имя и фамилию, и даже паспортные данные. Возможно, ответ на этот вопрос найдут следователи. Кеоргий Колчин, Дмитрий Жданюк. Оперативное вещание.